Первый вопрос, вынесенный на круглый стол, создание в Солнечногорье дома ветеранов и инвалидов. Были предложены некоторые варианты места его расположения. Один из них – бывшая гостиница для иностранных военнослужащих в микрорайоне «Выстрел». Там гостиница для иностранных военнослужащих. Там действительно была гостиница. Там сделан был ремонт, и на пятом этаже там вообще было идеально сделано. Значит, в каждой комнате и санузел, все удобства. Выставка мы хотим, чтобы в этом году то ли землю нам передали и Тимону. Ну а по объекту можно отдельно разговаривать, там опросить никаких. Конечно. Еще один вопрос касался создания в Солнечногорске пешеходных зон. Представители администрации рассказали ветеранам о своих планах на этот счет. Есть планы сделать от вокзала на сплошную пешеходную зону, через подземный переход, и до выстрела. Чтобы была вот такая вот… ну это один из проектов. То есть есть несколько проектов. Но то, что точно есть проект, который бы расширил пешеходную зону вдоль парка, это точно могу сказать. Вот. Сейчас изыскиваются средства, и это вот лично у нас глава этим занимается. В администрации района также сообщили, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы планируется благоустроить воинские захоронения, проверить условия жизни инвалидов, ветеранов и их вдов, провести паспортизацию воинских захоронений, обновить уголки боевой славы в школах. Оксана Федяшина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».